Лекция по Шримадбхагаватам Первая песня, глава 8, текст 38 Прочитана Его Божественной Милостью Аче Бхактивдантой Свами Прабхупадой 30 апреля 1973 года в Лос-Анджелесе Перевод «Если твой взгляд не будет обращен на нас, всей нашей деятельности и славе, а также самим пандавам и яду, тотчас же придет конец, как славе тела приходит конец, когда его покидает живой дух». Итак, это относится не только к пандавам, но к каждому из нас. Когда кто-то умирает, какой-нибудь великий человек, великий ученый, политик, известный философ, Когда он оставляет этот мир, его великое имя, мистер Никсон, мистер Исаак Ньютон, это лишь имя. Нама Рупа Бхям. Нама — это имя, арупа — форма. Так, пока мы живы, наше имя, слава, форма, наши действия очень ценны. Но как только жизнь уходит, никому нет никакого дела, это лишь просто куча материи. Если великий человек жив, никто не может подойти к нему, коснуться его. Его окружают множества охранников. Но тот же человек, когда он умирает, и он лежит мертвый на полу, если кто-то пнет его по лицу, никакой реакции не будет. Ему пришел конец. Мы должны это понимать. Когда разрушается тело, когда душа уходит, так называемое великое имя, слава, важное тело, теряет всякую ценность. И что такое душа? Душа есть неотъемлемая часть Кришны. Поэтому мы являемся энергией Кришны. Когда энергия уходит, если Кришны нет, энергия Кришны и Кришна — это одно и то же. Разницы нет. Шакти, Шактиматор, Абхеда, например, Солнце, это Шактиман, источник энергии. А солнечный свет — это энергия. Итак, до тех пор, пока Солнце светит, в этом присутствует и само Солнце, нет труда это понять. Но если Солнца нет, то и энергии Солнца тоже не будет. Аналогично Кришна. До тех пор, пока Кришна находится в нас, в этом теле, энергия Кришны, всегда присутствуют два элемента. Философы Майавади не признают энергию, они признают лишь... Они признают источник энергии как нечто безличное. Это не так. Мы должны принимать и энергию, и источник энергии. И то, и другое. Шакти Паринама. Шакти — это энергия. Все функционирует с помощью энергии. Источник энергии остается в стороне, так же, как Солнце. Мы можем легко это понять. Этот пример очень показателен. Солнце, есть Солнце, есть Солнечный свет, а на самой планете Солнца находится Бог Солнца. Но мы, так называемые ученые, изучаем Солнце с расстояния более 100 миллионов километров. И мы с гордостью заявляем, что исследуем Солнце. Если вы исследовали Солнце, то почему бы вам не отправиться туда? Отправляйтесь туда. Вы садитесь на поверхности Солнца. У вас ничего не выйдет. А это ведь материальный объект. Что говорить о духовном объекте? Солнечный свет существует благодаря Солнцу, планете Солнца, благодаря Богу Солнца. Аналогичным образом материальная энергия функционирует. Все это мироздание, состоящее из земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и эго. Это восемь составляющих, восемь компонентов материального мира. Эти восемь материальных элементов являются энергиями, отделенными энергиями. Бин-наме прокрити раштада. И поскольку за энергией находится источник энергии, как, например, люди пользуются электричеством, но откуда берется электричество? Из электростанции. Есть инженер, который производит это электричество. Негодяи не могут этого понять. Они видят только само электричество. Но за этим электричеством стоит источник электричества. Они не понимают этого. Поэтому Кришна приходит и говорит, «Я тот, кто производит эту энергию. Я нахожусь за этой энергией». Кришна сам приходит. Ведь у нас нет глаз, чтобы увидеть Кришну. Мы не можем понять Его. Поэтому Он приходит. Вы думаете, воображаете себе Бога, Его форму. Думаете, что Он должен быть каким-то глубоким стариком, ибо Он миллионы лет назад сотворил этот мир, поэтому должно быть Он очень стар. Таковы наши представления. Поэтому Бог приходит к вам. Посмотрите, вот Бог. Он очень добр. Итак, Бог приходит сюда как Личность. Он оставляет за собой свои наставления, например, Бхагавадгиту. Он оставляет за собой своих преданных, которые могут объяснить, тем не менее, мы настолько упрямы, мы не признаем Бога. Это проявление глупости, мудха. Таких людей называют мудха, мошенники, глупцы. Бог существует, Бог существует, энергия Бога существует. Если вы не можете видеть Бога, смотрите на энергию Бога. Например, если вы не можете видеть электростанцию, инженера, который находится в этой электростанции, производя это электричество, но вы должны понимать, что вы пользуетесь электричеством множеством способов. На кухне вы пользуетесь пылесосом, для уборки и так далее. Вы пользуетесь магнитофоном и так далее. В вашей стране особенно все работает на электричестве. Нужно задаться вопросом, и это признак разума, откуда берется это электричество. Если вы проведете исследование, разумный проделывает такое исследование, и тогда вы обнаружите, оказывается, оно производится на электростанции. Точно так же, если мы будем изучать глубже, кто же управляет электростанцией, вы обнаружите, что это человек. Все вовсе не так безлично. Электричество безлично, и даже электростанция безлично, но человек, стоящий за всем, является личностью. Поэтому Бог — личность. Это логический вывод. Как он может быть чем-то безличным? Нечто безличное лишено разума. Например, множество машин сейчас мы изобрели, чудо-машин, но машина не является разумом. Оператор является разумом. Почему они этого не понимают? Поэтому Кришна говорит, «Майад дхакшина пакити швюхати сачараджарам вы изумляетесь тому, как чудесно действует это материальное проявление, но не думайте, что все это независимо функционирует. Нет, я за всем этим стою». Разве это трудно понять? Из примера вы можете понять, разве может так все чудесно идеально функционировать, если бы за этим не было огромного разума. Таково заключение Майад дхакшина. И Кришна дальше говорит, «Майад дхактам саддам аббактам муртина аббактам – это тоже мурти, форма. Например, небо. Небо является аббактам, оно не проявлено, но у него также есть форма, округлая форма, вселенная. Нет ничего, не имеющего формы. У всего есть форма, даже безличного проявления тоже есть форма. Например, вы можете отправиться в океан, вы увидите, что у него есть форма в форме огромного круга, это тоже форма. Как можно говорить, что у него нет формы? Итак, это отсутствие формы, нирвишеш, вы произносите слова в своей молитве, нирвишеш шашуниеваде. Все это глупость, ноль, безличная, это все глупость. За безличным проявлением, за так называемым нулем, есть высшая форма, это Кришна. Ишвара парама Кришна сачидананда бигра Ишвара значит повелитель. Природа не является повелителем. Истинный повелитель это Кришна. В Брама Самхите говорится Пракрити Пракрити это его божество, это Дурга. и сказано, что она действует по указанию Говинды. Как она действует? Как тень. У вас есть рука и тень всегда ниже. Рука движется и за ней движется тень. Точно так же. Это научный факт. За всем этим проявлением есть движение. То есть, кто задает движение всему этому проявлению? Вчера я приводил этот пример. Например, сцепка множества больших вагонов на железной дороге. один локомотив задает движение одному вагону и они толкают друг друга. Итак, задающий движение это Кришна. В противном случае вы можете назвать кого-то великим именем, у него может быть великая форма или одежда. все это бесполезно. Об этом говорит Кунти, что мы считаем себя очень великими. Люди говорят, что мы пандалы. Но как мы обрели славу? Потому что мы твои друзья. Кришна является другом пандалов. Кришна друг Арджуны в особенности. Поэтому Арджуна стал таким великим воином. Он был очень доблестным. Кунти знает, какова ценность моих сыновей пандалов. Люди говорят, о, пандалы, такие великие воины, великие бесстрашные герои. Точно так же Яду Бхи Яду Бхи Кришна родился в династии Яду. Об этом уже говорилось. Кришна сделал знаменитой династию Яду, потому что Он родился в этой семье. Поэтому здесь используются два слова Яду Бхих Саха Пандава. Пандавы знамениты. И династия Яду тоже знаменита. Кеваям. Но кто мы? Что мы собой представляем? Кеваям. Намарупабхьян. Это просто название, просто форма. В противном случае без тебя все это бесполезно, не имеет никакой ценности. Кеваям. Люди не понимают этого. Люди очень гордятся тем, что у них красивое тело, известное имя. Я американец, я индиец. Я это, я немец. Что это такое? Немец, американец, индиец? Это просто фальшивое имя, фальшивая форма. в этом нет ценности. Отнимите от этого Кришну и все станет нулем, ничем. Это факт. Но люди совершенно обнаглели, они не понимают этот факт. Кто может это отрицать? Если американское тело или индийское тело великое имя, если у тела, в теле нет сознания, какая в этом ценность? Никакой. Поэтому сказано что «Бхагавад-бхакти-бхинаса jati-japastapa-kriya пранаса пранасся-хи-деха-сам манна-на-г лукараньяна». Кришна присутствует, что сознание присутствует, но это сознание. Что такое сознание? Это сознание Кришны. Мы забыли Кришну, поэтому мы говорим просто сознание. Но в действительности сознание означает сознание Кришны, потому что без Кришны у вас не может быть сознания. Поэтому правильно говорить сознание Кришны, а не просто сознание. Это правильно говорить, сознание Кришны. как, например, без Солнца. Как может быть Солнечный Свет? Поэтому мы говорим Солнечный Свет, а не просто Свет. Мы говорим Солнечный Свет. Поэтому если мы говорим о сознании, то это подразумевает сознание Кришны. Если мы отнимаем от этого Кришну, мы негодяи. Сознание означает сознание Кришны. Свет значит солнечный свет. Солнечный Свет без Солнца как может быть солнечный свет. Точно так же сознание означает сознание Кришны. Без Кришны как может быть сознание. Нужно иметь немного разума, чтобы понять это. Поэтому у преданных есть разум, и они понимают это. Как Кунти. Она говорит, какова ценность нашего существования. мы такие великие, великие пандавы. Но какова в этом ценность? Поэтому мы признаем это просто раздутое имя, раздутое форма. Но ценности в этом нет. Потому что Кришна прощался, расставался с ними. И Кунти сожалела. Ты уедешь, мы не сможем видеть тебя. Если мы не можем видеть тебя, то какова ценность нашего имени, нашей славы? Она сокрушается об этом. Это в точности как чувство. мы стремимся к услаждению наших чувств. Материальный мир весь основан на этом. Но без Кришны, без сознания Кришны нет никакой возможности услаждать чувства. У нас есть чувства. У вас есть руки, ноги, все у вас большое, великое. Но если нет сознания Кришны, вы не сможете воспользоваться этими чувствами. хришика нам. Хришика значит чувства. Поэтому разумный человек знает мои чувства без Кришны лишены ценности. Это преданные. Поэтому до тех пор, пока мои чувства действуют, их нужно использовать для Кришны. И это бхакти. Это верный вывод. Потому что без Кришны эти чувства лишены ценности. Поэтому есть мои чувства очень близко, тесно связаны с Кришной. Это факт. Потому что без Кришны какова ценность ваших чувств? кришны. обязанность каждого использовать чувства для Кришны. Например, чью-то собственность нужно использовать для владельца, а не для других. Я приводил этот пример часто. Возможно, вы помните. Допустим, люди собрались вместе, и у кого-то из кармана выпала 100-долларовая банкнота. Если я или вы возьмете эту банкноту в 100 долларов и положите себе в карман, о, я нашел 100 долларов, тогда вы вор, потому что эти 100 долларов вам не принадлежат. Вы берете их, не сообщая владельцу. Это означает, вы вор. Это называется бхога, наслаждение. Другой тьяга. Другой думает, зачем я должен прикасаться к этому? Это счет, пусть остается, пусть лежит. Я не имею с этим ничего общего. Это называется тьяга, он отказывается. Итак, 100 долларов те же самые. Первый пытается насладиться ими, а второй пытается отказаться от этого. Оба глупцы. Бхоги и итьяги. Бхоги это кармии. Кармии, которые трудятся очень тяжело, ученые используют материальные ресурсы. Это означает, что все они строят планы на то, чтобы украсть эту банкноту. Это их политика, политика кармии. Другие же говорят, они не способны украсть. Они говорят, о, виноград все равно кислый. Какой смысл пытаться его сорвать? Это тьяги. Так и бхоги и тьяги это две категории людей. Большинство составляют боги. Они пытаются всем наслаждаться, пользоваться всем для наслаждения своих чувств. Другие же, столкнувшись с разочарованием, заявляют, нет, нам это не нужно. Если человек берет эту банкноту и говорит, кто-то потерял 100 долларов, и тот, кто потерял, он говорит, да, я потерял. Если вы отдаете хозяину эти 100 долларов, это настоящее служение. Если вы отказываетесь или берете эту банкноту, то и другое бесполезно. Точно так же карми и тьяги, боги и тьяги, все они бесполезны. Только бхакта, преданные, знают, что все принадлежит Кришне, поэтому это нужно предложить Кришне. Это настоящее служение. Тот же самый пример. Вы поднимаете эти 100 долларов и спрашиваете, кто потерял 100 долларов. Если вы отдаете ему это великое служение, этот человек будет вами очень доволен. Вы очень хороший человек, скажет он. Точно так же все принадлежит Кришне. Что есть это тело? Тело материальные элементы, земля, вода, огонь, воздух. и так же в теле присутствуют тонкие элементы, психология, ум, разум, эго. Кришна заявляет, все эти 8 элементов являются моей отделенной энергией. Так разве это ваше тело, ваш ум? Вы даже не знаете, как это тело функционирует, хотя я заявляю, это мое тело. Например, вы постоялец в квартире, вы арендуете квартиру, вы пользуетесь всеми услугами, но вы не знаете, откуда берется вода, почему водопровод работает, газ, вы не знаете, но вы платите просто аренду, так или иначе, пользуетесь этой квартирой, точно так же мы пользуемся этим телом, но это тело мне не принадлежит, оно принадлежит Кришне, это настоящий факт, так тело состоит из чувств, поэтому чувства тоже принадлежат Кришне, ум тоже принадлежит Кришне, все, что у меня есть, я вечная душа, мне дали возможность пользоваться определенным телом, потому что я хотел это, Кришна дал мне, Кришна очень добр, добр, если вы хотите тело царя, Кришна даст вам, следуя этому предписанному методу, и получишь тело царя, если же вы хотите тело свиньи, которое питается экскрементами, Кришна даст вам эту возможность, Кришна дает вам тело сейчас в человеческой форме жизни необходимо понимать, что все принадлежит Кришне, так почему я стремлюсь к удовлетворению своего так называемого тела, сейчас у меня есть чувства и тело, так лучше служить Кришне, это признак разума, это бхакти, здесь используется слово Хришика Хришика Нам Ива Ишату Хришика значит чувства чувства в действительности принадлежат Кришне, поэтому имя Кришны одно из его имен Хришики вы знаете Хришики Кришика это чувства эти чувства не имеют ценности без Кришны поэтому вывод напрашивается сам собой чувства принадлежат Кришне но я хотел услаждать чувства поэтому Кришна дал нам какие-то возможности для этого но все принадлежит Кришне но я забываю об этом что на самом деле все принадлежит Кришне он лишь дал мне возможности какие-то возможности если я получил эти возможности почему бы не использовать все эти возможности для удовлетворения Кришны это называется бхакти спасибо вам большое спасибо Продолжение следует...